Ну что, ребята, продвигаемся все глубже и глубже в жза, хотел сказать, в ад, потом в жопу, потом в задницу получилось, хрен пойми что, но получилось то, что получилось. Короче, Хела, мы к ней идем очень яро, я не хочу, но надо. Хела мы с вами в одной серии видели, это огромная-огромная здоровая такая великанша-бабена, что надо, которая способна дать на пиздю лезть смачно, больно и неприятно, но, увы, наша главная героиня прямо, ну, не знаю, души не чает, чтобы с ней встретиться. Понятия не имея, куда идти, ну, собственно говоря, на том, на чем мы остановились в предыдущей серии, на этом же мы и продолжаем. Я день-ка-два сделал перерывчик, но игру забивать, естественно, не собираюсь, потому что игра кайфовая, и мне очень хочется ее пройти. Мама, я не позволю тебе снова меня обмануть. Я знаю, ты теперь среди богов. Но, надеюсь на то, что это так. Я чувствую взгляды Хеллы, ищущие тайны внутри меня, тайны, которые даже мне неведомы. Ой, блин, с этой Хеллой придется драться рано или поздно, я здесь не для того, чтобы сражаться с прошлым, я здесь ради Диллиана. Диллиан, братишка, возлюбленный мой, я иду к тебе, я выполню обещания любой ценой. Надеюсь, я сейчас иду правильно, и, по-моему, вообще-то я вроде как, блин, вернулся обратно, или я могу ошибаться, или это действительно так. Так, давайте же узнаем. Потому что я реально не помню, блин, нет, ну подождите, вроде бы здесь мост, мост сломан, она не может его починить. Она может, у нее это получится. Я могу починить прям вообще все. Вот здесь, кстати, она не падает, здесь она идет сама автоматически. Тихо, тихо, тихо. Тихо, голоса в голове, тихо. Они иногда так буянили, что просто жесть. Так, что у нас тут такое? Ничего. Так и хочется в такие места врубить фонарик, в таких местах. Мост, мост сломан, она не может его починить. Интересно, почему здесь у нас кат-сцена пошла? Видимо, что-то только меня ждет такое не очень хорошее для меня, да? Поздно, что поздно, какого хрена, все в порядке. Это ведь просто сломанный мост, да? Мама, ты учила меня смотреть дальше, видеть скрытые в мире чудеса, искать новые пути в неизведанное. Вести других за собой, предупреждать других об опасностях. Вот наш дар и наш долг. Я больше не отвернусь в страхе. Молодец, умница, девчонка. Ты не можешь открыть такую дверь? Ну, там, скорее всего, сзади замок. Такие двери я уже видел, а они, как правило, сильно заперты. Северяне говорят, что однажды миру придет конец. Они называют это Рагнарог. Судьба богов. Так я это уже вроде как когда-то считал. Сначала наступит суровая зима, которая продлится три года. Зима близко. Потом все люди ополчатся друг на друга. Братья будут биться друг с другом насмерть. Все позабудут, что связаны друг с другом родственными узами. Трудные будут времена. То будет эпоха трупов и мечей. Ветер будет свободно гулять по заброшенным залам. Там, где раньше играли дети, будут бродить волки. Мир обратится в руины. Да, господа. Такова судьба данного мира. Если мы в лице нашей доблестной героини Синуи не остановим и не дадим злу пиздюля, которую она заслуживает. Причем сделаем это только мы самолично соло. И на всех остальных вроде как нам насрать. Поэтому куда ж мы, мать его, денемся? Серьезно, куда ж мы, мать его, денемся? Ясен пень у нас сможет. Вы еще что-то сомневаетесь? Голоса в голове. Вы мне все время говорите, что она сможет, она не сможет. Вы уж определитесь. Она все равно все делает независимо от того, что бы вы там ни орали. Тут еще какая-то хрень, да? Слушай, девочка моя, ты не можешь вот так вот взять, как Рэмбо, перелететь? Нет, на ту сторону? Это, наверное, так не работает? Блин, наша главная героиня, если что, прыгать так-то вроде и не умеет ни хрена. Ммм, блин, а это такой себе хороший момент. Я, наверное, если сейчас вот просто вот... А, там невидимая стена. Понятно. То есть никаким хреном туда попасть мы не можем. Увы. Будем искать другой путь? Не вопрос, блин. Хотя я пока хрен его знаю, где этот другой путь найти. Эта игра, она вообще реально заканчиваться не собирается. Такое чувство, что у нее просто тупо нет конца. Это неплохо и нехорошо. Но она, конечно, длинная, бляха-муха. Ее уже сейчас, мне кажется, досматривают только те люди, кому, ну, прям, реально зашло, понравилось. И, скажем так, она налюбительная. И вот те, кому реально зашло и понравилось, вот они все еще сидят и ей смотрят. За это, ребята, вам огромное спасибо. Ставим лайки, поддерживаем канал. Это всегда очень приятно и очень мотивирует. Спасибо большое. Да, так что, если вы забыли поставить лайки, поставьте лайк. А мы пока продолжим тем временем. Я продолжу делать попытки поиска, куда и как надо встать, чтобы собрать еще одну очередную загадку данного мира. Мира Хэлла. Я хрен ее пока что знает. Блин, серьезно, поговорите. Я что-то как-то вот, как-то вот, немножко пока невдомек мне куда идти. Попробую-ка спуститься вниз и посмотреть, что там изменилось. Хотя, скорее всего, ничего, потому что с хрена ли бы там вообще что-то изменилось. Логично. Но мало ли, мало ли. В этой игре надо учитывать любое, мало ли. Так, если мы вниз грохнемся, мы можем так сделать? Нет, блин, улы. Это же жопа-то какая. Это же жопа-то какая. Друзья мои, какая жопа-то настала. Настали смутные времена. Это нам уже говорили. Я их уже начинаю на себе чувствовать. Я так-то что-то не знаю, куда нам еще идти, но отсюда мы вроде как приперлись, и возвращаться обратно будет тупой идеей, но проверить хотелось бы на самом деле, потому что мало ли чего. Но тут мост сломан. Да, как я помню, мост раздолбался, пока мы прыгали. Сюда мы, естественно, упасть не можем. Но это было бы странно, если бы могли. Хотя, логично, но невидимые стены данного мира позволяют нам жить, несмотря ни на что. Блин, что же делать-то? Хорошо, но раз мы начали отсюда, то логично, что единственная у нас путь, это только наверх. Единственная лестница, которая тут есть. Вот это вот и все. Больше тут нет ни хренашеньки. Часть моста мы собрали, а эта часть моста, кстати, смотрите, отсюда видна еще часть моста. Ладно, ладно. Если я очень долго запнусь, то, как обычно, сделаю все без записи. Это логично, но пока идет 8 минут. Пока можно еще поразбираться. Как я говорил, на игре, на просмотрах уже остались только те, кто прям реально зашла эта игра. Мне зашла игра, поэтому я ее прохожу даже для себя. Ну, для вас, естественно, собой-собой, разумеется. Но и даже для себя, потому что мне просто интересно. Я ничего себе не спойлерил, естественно, не видел, не знаю. Я понятия не имею, чем она заканчивается. Единственное, что я только знаю, что говорят, финал там просто бомбезный. Понятия не имею, так это или нет. Но я уже думаю, что да, учитывая то, что вся игра мне очень понравилась по ощущениям, эмоциям и передаче эмоций. Поэтому я думаю, что в финале ребята также не должны подкачать. Что было бы логично, учитывая то, что все они сделали для этого замечательно. Сюда я вроде бы еще не ходил, да? Ну, давай. Удиви меня. Хотя нет, не надо. Хотя ладно, удиви, потому что я знаю, что эта игра может удивить, поэтому я вначале испугался, сказал не надо, а то сейчас как удивит, я как обосрусь тут со страху, блин. Ух ты ж, ёкало, где я вообще? Ага, поднялся повыше. Понятно, здесь у нас что-то хорошее есть, кроме крюков маньяка, которые вечно мне напоминают какой-то дичайший ярый хоррор, знаете, где маньяк вешает свою жертву на крюки, распарывая ей кишочки, обмазываясь, ими и такой довольный до усрачки нас все это смотрит. Ну, в общем, вы меня поняли, да? Хорошо, у нее получилось. А вы что, сомневались, мать вашу? Кто бы тут сомневался? Вот сюда, вот возьми, такая тяжеловкая, и перекинься, переползи, но так это, походу, не работает, да? Упасть мы с вами при всем желании не можем, но, ну и, опять же, к счастью, а то сейчас бы грохнулся нафиг, было бы не очень приятно. Беги, моя деточка, беги, красавица, беги, шевели своими ботончиками, щекелями, булочками. У-у-у-у, игра, какого хрена, что это было? Ага. Вы видели, да, меня подлагнуло? Я вначале подумал, что это такое, потому что игра очень редко подлагивает, но я уже говорил, что игра подлагивает тогда, когда прогружается кто-то большой или кого-то много. Реально не ожидал. Просто я тут уже с вами ходил. И видите, как она? Привет, братиш. Давай поговорим с тобой серьезно. Я маленькая хрупкая девушка. Подумаешь, у меня есть этот самый, bullet time. Ну и что? Это же не повод, меня из-за этого теперь убивает таким здоровым лосем. Блин, а слышь, мудила. Давай поаккуратнее тут, блин. Такими темпами у тебя никогда девушки не будет. О, блин, я не люблю, когда на маленькой арене такая куча народу, потому что очень неудобно, на самом деле. Когда маленькая арена... Ты так вот лагаешь, ты зацепляешься, когда пытаешься отойти своей красивой попкой нашей главной героини за какой-нибудь сраный баг и не можешь отойти. Бля, половину из них мы не можем атаковать, потому что они как тень. Ах ты, зараза! Да я таких, как ты, на вертеле вертел всю эту игру, блин. И ты думаешь, ты мне что-то сделаешь? Ты какой-то, мать, твой особенный, да? А вот и хер тебе. Знаешь, сколько таких уже, как ты, перекромсал? Они были гораздо жестче, чем ты. Поэтому давай-ка отправляйся к ним на небеса и отправь от меня привет, блядь. Козлин, а он еще ударил меня, между прочим, разок. Ну-ну, готов. В очередь, сукины дети. Что она будет делать? Где Хела хранит души? Как она до нее доберется? Все это мы узнаем в скором времени. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, друзья мои. И не забывайте ставить лайки. Я только что вроде как видел там двери, но я что-то как-то... Ладно. Чего хочет Хела? Что она может ей дать? Скорее всего, я... Я повторюсь, это мое предположение. Я о Риле ничего себе не спойлерил. Я стараюсь избегать любых спойлеров касательно этой игры, но просто по логике. Скорее всего, она отдаст свою душу за душу Диллиана. Это будет, наверное, прямо в канонах жанра, что ли, я не знаю. Хотя жанр необычный, но все-таки. Такая любовная драма и все тому подобное. И она его спасет и пожертвует собой ради него. И он будет плакать, плакать и плакать. И потом будет вторая часть, где мы будем заделенно спасать ее. Вот. Она может сразиться с ней, когда настанет Рагнарог. Хелла хочет биться с ней. Хелла хочет ее душу. Хелла обломается. Мало ли, что хочет Хелла, блин, я тоже много чего хочу. И что теперь? Все Хелле достается, да? Схренали? Нет, конечно, ребята. Какого хрена? Хелла тут не одна, вообще-то, знаете ли вы. У меня тоже есть вагины и сиськи. Это я про нашу главную героиню. Тихо-тихо, девочка моя. Че ты как пьяная? Не стать. Нормалек все. Она может сделать это. Она сделать это. Просто сделать это. Просто сделать это. Понимаете, мужики, сделать это. Так, вот откуда-то отсюда. Если она попадет, и Хелла получит обе души, она останется здесь навсегда. Да тут вполне уютно, на самом деле. Чего вы так переживаете? Вот оттуда надо собрать, да? Как туда попасть? Угу. Ну, собственно, понятно. Мы пока пройти не можем. И мост надо собирать вот из той вот маленькой дырочки. А как в эту маленькую дырочку пройти? Это вопрос на миллион баксов. Ребята, вот есть миллион баксов? А вопрос именно столько и стоит. Поэтому придется как-то обходить бесплатными путями. Поэтому давайте-ка подумаем. Сюда я ходил. А хер меня знает, ходила сюда или нет. Что-то как-то не похоже это на мост. Может, я какую-то лестницу пропускаю или что-то в этом роде. А нет? Туда я пробраться тоже не могу, да? И наверх, и сюда, и туда? Это же зараза-то, а? Сюда я ходил. Сюда я ходил, а здесь я уже собирал один из мостов. Тогда что мне делать далее, блин? Я где-то близко. Я прямо чувствую, что я где-то близко, но не могу понять, куда. Давайте посмотрим под текстурку. Под текстуркой нет ни хрена, ясно. Это мне не поможет. Умение смотреть под текстуры, хоть и является некой суперсилой, но она супер бесполезна. Поэтому... Ну, в данный момент, во всяком случае, поэтому... Хэ его Зэ. Зараза, погодите, ребята. Кто-то видит, куда и как попадать надо, нет? Или один такой, кто не видит, и кто будет сейчас блуждать в незаписи 15 лет и говорить потом, что он потратил 30 секунд? Не, на самом деле, я никогда не врал вам. Я серьезно, когда говорил, я столько и тратил. Но это, так, образно говоря, для нагнетания интриги. Угу. Вот же чтоб тебя, жиж. Зараза ты такая. Что ж мне с тобой делать-то? Прям как-то... Идей нет. И опять возвращаюсь назад, но вряд ли же это нужно делать аж там. Хрен его знает. Да я оттуда вроде бы смотрел уже много раз. Загадка легкая и в то же время сложная, потому что что делать, это понятно, и сделать это, в принципе, легко. Ну, непонятно. Точнее, даже откуда понятно, но как, блин? А-а-а-ай. Ладно, давайте сделаем небольшую паузу, дабы вас сильно не мучить моими походами по одинаковым местам, так как я сейчас буду пытаться, разбираться, тыкаться и тому подобное. Идей пока у меня нету. Гениальные вещи всегда являются простыми, и в этой игре я в этом убеждаюсь уже не первый, мать его, раз. Возвращаемся на данный мост, который мы до сих пор с вами еще не дособрали. Ну, естественно, я без записи этого не делал. И вот, смотрите. Делаем ворота, собственно говоря. Проход. Теперь мы можем подняться. Войти в этот проход и, судя по всему, подняться на то место, которое нам нужно, с которого нам нужно посмотреть на мост, чтобы его сложить. Изи. Изи, мать его, но сразу я до этого не допер, поэтому пришлось мальца побегать и тому подобное посмотреть. Блин, зараза. Посмотреть, в смысле, просто пошлялся, короче говоря, здесь взад-вперед. Почитаем. Северяне говорят, что боги сразятся в последней битве, когда наступит Рагнарог. Стражи богов протрубит в рог, который слышен будет по всему миру. И один будет, господи, я не успеваю, я не успеваю так много читать. Сорян, ребята. Боги соберутся вместе, и гномы, и все, и все в наступе тотальный пиздец. И мы будем в этом пиздеце участвовать в первых рядах. В первых, мать его, рядах. В общем, моя интерпретация была очень схожа с тем, что сказал он, так что вы абсолютно ничего не пропустили, не переживайте. Ну, а на самом деле я извиняюсь, просто я, ну, не знаю, немножко запнулся там в начале, а такие имена, их порой очень тяжело прочитать, это я уже говорил. Тик. Тут что-то очень такое же, блин, на вид, как и там. Так, а смысл? То есть, грубо говоря, ну, и что? Ну, ладно, откроем на всякий случай, в любом случае это может нам пригодиться так или иначе. То, что мы прошли справа, или мы вышли из двери, хрен с ним. Главное, что теперь мы можем подняться наверх и починить мост. Так, это я вам уже прочитал в более корректном переводе, чем он тут говорит, поэтому об этом не паримся. Вы уже в курсе, тут опять ребята отвисают. Хм. Ну, естественно, мать твою. Раньше этот хрен был боссом, блин. Я надеюсь, ты будешь один здесь, братиш, потому что если вас будет несколько опять же на такой маленькой арене, это будет не очень приятно. Герапенфайт, мадефака. Ой-ой-ой-ой-ой, братишка, братишка, братишка. Ты мне что, покушать принес? Не надо, я не голодный. Ага, еще и сзади. Вау! Вот, вот что я говорил, блин, я застрял там в какую-то сраную колонну. Прошу заметить, что вот эти вот чуваки меня шотают с этого удара. Это ужасно на самом деле для меня, потому что, когда их двое, я могу не заметить, как какой-то из них делает этот долбанный скилл. Плюс из-за этой мелкой арены я могу очень сильно подлипнуть жопой на колонну. Они ж как в клею, зараза, наша девочка так и любит на них на них прилипать. Давай, моя красоточка, ешечку я оставил специально на эти случаи. Теперь ты, гавнюк, не убьешь меня, я сам тебя трахну. Сволочь, скотина. Ни за что, никогда, я не буду повержен тобой. Да когда же ты уже подохнешься, мать твою, мать твою. Ух ты, бля, как это было неприятно. Ты знаешь, что девушек так мощно таким топором бить нехорошо. Ну и в принципе тоже нехорошо. Так, ай, блин, ну какого ж... Да, 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 я видел, я видел, я видел, я видел, бля, хомуха. Да хватит уже, хоть ты, мелкий козлина, давай сдохни по Шурику. Скорее всего, он еще станет невидимым, я думаю, да? Ай, блин, как хорошо, что у меня ешка накапливается. Вовремя хотел сказать я! И, судя по всему, я оказался неправ. Я вообще не понимаю, что происходит, и наша главная героиня... Да где ты, блин, как я еще жив-то? Господи, на тебе подщечину, я еле живу, живу вообще, наша главная героиня практически не шевелится на самом деле. Это прямо заметно по ней. Она уже едва-едва ползает, но... Не знаю я, как наша главная героиня вообще еще выжила, но раз уж мы все еще живы, давайте этим пользоваться. Когда мы приобрели этот меч, наша главная героиня явно стала сильнее. Че ты свои лапки разинул, а? Бля. Да ты задрал, а? Какой ты шустрый стал. Даже эти мелкие стали гораздо, по-моему, шустрее. Раньше они не вызывали таких проблем, каких они сейчас у нас вызывают. Да, да, я сосредоточен как никогда. Не ссыте, блин. Наш меч светится прямо как у джедаев. Красава, красава, ези катка, это было легко. Несмотря на то, что я чуть 10 раз не умер, но все равно. Так. Опа. Мост прямо видели, да, он выглядел уже прям как чистый собранный мост. Хотя мы еще даже не смотрели туда. Но это было хорошо. Что у нас выше? А тут ребята все еще отвисают, ну точнее здесь один парень отвисает. Звуки такие мрачные, блин. Так, что тут хорошего? Северяне говорят, что когда придет Рагнарог, богам придется встретить корабль, полный их врагов, который Локи поведет в Асгард. На корабле будут огненные великаны, чудовищный волк, который поглотит солнце и много других ужасных существ. К ним приукнут Сурд со своим огненным мечом, будут ломаться и рушатся горы и тролли пойдут по земле. Люди нескончаемы вереницей будут идти по дороге в Хель, а небеса разверзнутся. Жесть! Жесть! Это будет прямо эпичный блокбастер, который можно будет заснять на камеру и мы с вами постараемся все это сделать. И после этого получим Оскар. Да, почему бы и нет, именно так ведь и делают режиссеры. Так, опять подгрузка пошла. Хм, когда идут подгрузки обозначает одно. Либо сейчас появится кто-то, либо у меня что-то случилось. Но вряд ли, скорее второе. Ну что, мост уже полностью готов. Мост уже полностью готов, мы можем по нему пройтись и посмотреть, что нас ждет впереди. Здесь, кстати говоря, на удивление пока что тихо. Блять. Господи, бой что мой. Ну, конечно же, здесь на удивление пока что тихо, сказал я и... Ну, я просто чувствовал, но не может же быть так тихо. Ну, серьезно, это было бы слишком шикарно. Don't give up, don't give up. Да я и не give up, ребят. Чего вы ссыте? У-у-у! Mother of God, man! What are you doing? Твою мать! Хорошо, что они как-то по одному нападают, это меня даже отчасти радует, потому что эти ребята такие честные, и они не лезут всей толпой, а ждут благополучно и благопорядочно, пока я избавлюсь от других, ребят. Эти пока, видите, даже не лезли. Тихо, 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 мать твою, братишка, я знаю, ты можешь вынести меня нахер с этой... Скотел сказать, я арена на этом мост? Он по-прежнему шотает меня с этого своего дебильного скилла. Вот этого дебильного скилла, мать твою, братишка, ну какого ж хрена-то? Я же ж нормально, нормально ж говорили, нормально общались, что тебе надо, мать твою? Нормально же общались, ты козлина, сраная наша главная героиня очень-очень страдает это прямо чувствуется она очень плохо стала уклоняться очень медленно а папа опа блин нет 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 да блин ты сволочь от этого скилла кстати так тяжело вернуться хотя казалось бы он такой простой но она просто уворачивается как-то не сразу с небольшой задержкой что ли на тебе скотина болен смотри что парень не подошли сзади так давайте пока побьем воздух но просто понимаете надо бить воздух чтобы боялись абсолютно все они такие типа нихера себе он на нас не обращать никакого внимания он бьет воздух то есть он настолько крут что мы для него ничего не значим и он лучше побьет воздух чем подерется с нами но вы поняли я их деморализую тем самым просто ух ты бля это было бы эпично если бы он попал по мне в замедленном действии это было бы для меня не хорошо но выглядело бы это эпично ты козлина ой-яй-яй коса га блять но тебя тут помогает да девочка мы это че делаешь ай-яй-яй тихо тихо не ссать блин куда ты там сумер топориками замахаешь козлина знаете боссов сейчас уже нету последнее время но здесь такое количество мобов причем довольно жестких сильных мобов что отчасти это даже сложнее чем с боссом и мы видим прекрасный ракурс камеры который к сожалению нельзя выбирать самому но уж как есть они могут прочитать тебя говорят голоса на нихрена и не могут они могут только отсосать у меня тихо бля а еще и сзади серьезно сколько же вас туда сфокусировался сфокусировался рублю крошу уничтожаю делаю грязь делаю грязь как куличики из говна блин ай ну давай же ты детка больно сука ой как больно то сука вы видите какая толпа так господи боже ты мой это не просто ребят того час думать что это просто а нихера блин это не просто представьте от какого количества говна сразу нужно уворачиваться еще на каком-то маленьком странном мосту половина из них еще и блять ребята хотите прикол я дошел до конца этого моста и проблемка в том что мне уже некуда отступать в случае чтобы вернуться от этих козлов да ебать колотить вы чё прикалываетесь что ли может вы как-то хоть немножко ну не знаю ну сбавить обороты по количеству людей пиздец ладно живем живем блин живем мать твою живем жалко что у нас нет ауешных атак нам бы не меча не знаю какой-нибудь косу или здоровый дворышный меч или топор жалко что оружие здесь только одно ну точнее как бы два да ты у нас уже второй меч но имею ввиду по классификации оружие только одно так но хотя бы мелкого надо убить хотя бы приблизиться к его убиванию тихо бля тихо 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 мать твою болен полегче 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 что ты свои ручки блин раздвинул козлина ты думаешь ты такой крутой я только что загасил целую кучу ваших так не присоединишься ой жесть так нормально 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 идем как положено как полагается ничего страшного не сым сзади слышу блядь ребят не окружайте только меня да бля скотина bullet time мой просрал из-за него да хватит уже господи сколько ж вас тут может появляться они вообще не уменьшается такое ощущение чем больше их убивают чем больше их становится может опять же что-то делаю не так и мне надо пробежать просто знаете но блин скотина живем живем мы сможем мы блять но мы все равно сможем сучка да сдохни что мать твою уже наконец аккуратно да я стараюсь как могу бляха муха ты думаешь это так просто просто быть голосом в башке который говорит defend yourself а ты попробуй реально это сделает так по моему остался только один я надеюсь что они больше не появится да нихуя блин появится тихо 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 господи боже ж ты мой да что же жесть ты такая же жесть и же жесть блин хоро я не думаю что ему осталось много я надеюсь что они уже больше не появится господи ура ура товарищи мы сделали с вами это это было реально эпично реально тяжело реально долго но вы все собственно говоря сами видели боссов пока нету но мобов так много что жесть и убивать их тяжело ну что царство хеллы она мне надо вот скажите а что произойдет если она умрет ничего хорошего мы все умрем когда-нибудь а когда умрут всех конец придет даже богам останови ее мы не хотим умирать сину а стой останови ее не убивай нас вы всего лишь голоса в башке хватит ныть представьте каково мне мне жаль но я не просила вас быть частью меня если не хотите умирать со мной уходите пожалуйста остановись ты не вернешься если пойдешь туда идти назад я тоже не могу теперь друг друга есть только мы все страдают они были правы насчет меня сину а послушай меня забудь о них они боялись как дети которые боятся темноты и я боялась они выдумали чудовище чтобы заполнить пустоту но от этого чудовище не стали настоящими они сделали их настоящими нет нет не оставляя меня пожалуйста нет опустоши свою душу и избавься от прежней сину а ибо в ней твоя слабость а тьма ее найдет ну что вот и нет больше голосов в голове которые пугали меня довольно длительное время которых я поначалу реально дико шугался все совсем не так как старых легендах не так ли благодарна благородный воин в как победы и славе противостоит злу все очерчено ясно голос таки остался хотя бы один но это место нет она не такое она будто бы знает что источник мучений внутри воспоминания которые не победить от которых не убежать врачи я это и есть хель ну что ребята у нас есть хель ну что за другую роль мама отвернись и но не смотри на меня такую не смотри на меня не смотри на меня жизнь отвернись и но они смотрели на меня такую жесть ты видишься но видишь тему лики страха и страдания ты видишь теперь я все помню ей больше нечего бояться боги спасли твою мать моими руками хорошее спасение обратишь ты убил ее такова воля богов будь прокляты боги ты сделал это с ней почему вот что станет если слушать голоса нижнего мира они проникают в твою душу и ты гниешь изнутри бросишь вызов богам как твоя мать и тьма придет за тобой тоже ты понимаешь тяну я понимаю ты проклял меня твое безумие ты создал тьму я была ребенком это ты создал тьму чтобы порядаться за ней только страдания приносит спасения таков обычай богов это хэлла привет ой блин все это ложь ты лжец она не отвернулась от богов она отвернулась от тебя и за это ты убил ее ты не молилась богам ты молилась на свою мать твоя мать тоже была слишком слаба чтобы сражаться с тьмой она бросила тебя она тобой измучена ты убийца ты есть ма ты хочешь убить и меня тоже ну что я так понимаю это что-то типа финальной битвы да перед нами хэлла с которой мы один раз уже виделись перед нами так понимаю само святилище если можно так его назвать ада филиал ада и наше синуа которая узнала некую правду продолжим следующей серии ребята оставайтесь нами подписывайтесь ставьте лайк если вы тут впервой и даже если вы тут не впервой до скорой встречи с вами был vg dream увидимся покедова доказано подписка на данный канал увеличивают ваш присос в десятки раз а 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